Валерий Кузьмич, ну вот команда два с половиной дня, скажем так, на сборах, можно сказать, что постепенно втягивается? Ну конечно, с первого дня втягивается, не постепенно, потому что нагрузки сразу требуют без паузы, без раскачки, и сразу, поэтому... Единственное, что втягивается вот временной адаптацией по времени, ну у футболиста в меньшей степени, у персонала в большей. Тем более, что в общем и условия по сравнению с первым сбором, они, ну, не многим отличаются, скажем так. Да, конечно, условия также достаточно позитивные, условия проживания нормальные, условия для тренировок хорошие, ну, осталось так, с питанием немножко наладить и все. Футбольное поле один из самых главных, собственно говоря, моментов, которые всегда команды обсуждают, прежде чем отправиться на сборы. Насколько вас удовлетворяет то поле, на котором мы тренируемся, которое предоставлено в распоряжении ТАМИ? Ну, на удивление, поле лучше, чем мы предполагали, потому что если мы в Лимассоле тренировались на одном, там, слишком мягком, на другом, слишком жестком поле, то здесь оно, как бы, в меру и жестко, и мягко, хорошо поливается. Ну, и нормальная поле, единственное, что оно несколько на открытой территории, если вдруг поднимется ветер, нам придется нелегко. Валерий Кузьмич, можно сказать, что вот этот сбор, он является, ну, наверное, определяющим, вот, для решающей, для весенней стадии переноса ФНЛ, именно на этом сборе будет наигрываться игровая модель и формироваться тот состав, на который будет делать упор тренерский штаб. Да, если первый сбор мы расценили как селекционно-базовый такой, то здесь, конечно, мы определяем основной состав. Я не говорю старт, я говорю именно основной состав, обойму игроков, которые будут начинать. Ну, и, конечно, играть в взаимосвязи, модели, вписывать в конструкцию игроков, которые нам нужны, и которые у нас теперь есть. Валерий Кузьмич, я не знаю, есть ли у вас ответ на следующий вопрос, но, тем не менее, он меня очень интересует. Та модель, та команда, та игра, которую Тонь будет демонстрировать весной, она будет принципиально отличаться, или не будет вообще отличаться от той игры, которую наш команда демонстрировала осенью? Нет, мне так сейчас рискованно говорить, что будет или не будет отличаться. Конечно, ситуация будет зависеть от многого, от того, в каком состоянии будут находиться игроки. Это, во-первых. Во-вторых, соперник, насколько будет позволять нам играть в ту модель, которую мы будем готовить. Ну, и, в-третьих, как говорится, добра не ищет. Если вот в первой части этого первенства ФНЛ говорит, что футбольный клуб Томи Аташо от прошлогодней модели, от игры, которую мы демонстрировали в прошлом сезоне... От романтичной перешли к более практичной. Ну, прагматичной, да, такой. То сейчас состав у нас снова собирается тот, который готов играть и в тот футбол, который нравился мне, с болельщикам, но не очень дал нам результат, ну, и игрокам в том числе. Или состав, который будет нацелен на достижение результата. Что касается как раз состава, на этот сбор с нами отправился новичок Павел Голушев. На мой взгляд, на уровне ФНЛ, наверное, в нынешнем межсезонье это одно из самых громких и ярких, скажем так, трансферных событий. Естественно, хотелось получить ваш комментарий. Ну, уж я бы так не говорил, что... В Нью-ФНЛ пока не слишком много, собственно говоря, вот этих переходов. Ну, много переходов, например, из Арсенала, таких громких имен, и люди, которые мы играли, и играли в премьер-лиге. Ну, есть в других клубах тоже не менее интересные. Что касается перехода Голушева, то, условно, я вам скажу, что это несколько рискованное такое вот появление. Для того, чтобы сыграть на том уровне, на котором он уходил от нас, от него требуются, конечно, определенные морально-волевые качества. Он должен быть психологически готов, он будет играть под серьезным давлением. Как бы там ни было... Давление со стороны болельщиков, со стороны обстоятельств каких-то... Нет, давление самого Голушева, ведь надо знать его, ведь он сам себя может так задавить, что показать, продемонстрировать, что вот он, когда уходил там, он сделал многое для футбольного клуба, но вдруг оставил такой важный, сложный момент. Теперь он вернулся, чтобы помочь. Вот сможет ли он справиться с этим. Ну, конечно, болельщики тоже будут его напрягать. Не в стороне останусь и я, он многое должен для нашей команды, в таком смысле творческом. Поэтому вот я говорю, что очень рискованно говорить о том, что вот сразу все получится. Будем надеяться. Но болельщики в любом случае, реакция во всяком случае, их будет, наверное, зависеть от того, какой действительно результат будет показывать команды и в этот результат носить свой флот Паша Голошев. Конечно, конечно, но тем не менее, у нас болельщики очень разборчивые, и они именно конкретно оценивают игру каждого игрока. Результат важен всегда. Но вспомните, в разные моменты непростые отношения были, например, у Баженова с болельщиками, они наладились, да, после того. У того же Голушева тоже не всегда воспринимали. Поэтому вот это вот сыграть для болельщиков, сыграть для команды, сыграть для себя, это очень важно. Я желаю Паше, чтобы он все получил, чтобы он имел место в составе, потому что попасть еще в состав ему нужно будет. Ведь у нас получается сейчас снова достаточно крепкая такая середина. И сыграть как положено. Вот как раз продолжая вот эту тему относительно конкуренции в середине поля, вы говорили о том, что вот в прошлом сезоне определяющим у нас был треугольник, да, Шарипов, Башкиров, Голошев. Шарипов вернулся, Голошев вернулся, но там есть и другие футболисты, которые способны сыграть на этой позиции. Я к этому веду, есть и Чуперко, есть и Кузнецов, есть и Голубов, и поэтому там предстоит серьезная конкуренция. Валерий Кузьмич, вот что касается футболистов, которых было заявлено, что они могут нашу команду покинуть, но тем не менее, я так понимаю, что в общем далеко не все из заявленного списка действительно нашу команду покинут, а вполне возможно, что кто-то останется и сможет принести реальную нам пользу. Ну, работа продолжается. Сегодня, в начале второго сбора, я не могу определенно говорить о том, но все может быть и не обязательно, что кто-то, кто сейчас находится на сборе, останется продолжать с нами работать. Не факт. Возвращаясь к Альберту Шарипову, он пока бегает по кругу, получил повреждение на предыдущем сборе. Есть надежда, вы наверняка уже обсуждали этот вопрос с медицинской бригадой, что он уже на этом сборе, ну, вольется в русло общекомандной работы. Да, несомненно. Он уже сейчас работает в режиме подготовки к работе в общей группе. Более того, вчера было тестирование, которое не очень натворило докторов, поэтому мы решили отложить еще на некоторое время. Не форсировать события. Не форсировать события, не рисковать. Олег Кузьмич, нас ждет совсем скоро первый контрольный матч на этом сборе. Тираспольский шериф будет нашим соперником. Вы сегодня, насколько я знаю, совсем немного посмотрели фрагмент контрольного матча шерифа с Кубанью. И тем не менее, какую установку вы будете давать команде, учитывая, что информации о сопернике не так много? Да, сейчас совершенно не важна нам информация о сопернике. Вот эти игры, которые сейчас начинаются на этом сборе, они важны только в том смысле, что мы имеем спарринг партнеров, которые, очевидно, играют в разный футбол. А мы нарабатываем свою модель игры. Поэтому независимо от того, с кем бы мы ни играли сейчас, мы даем задание ребятам, чтобы они выполняли требования, которые мы предъявляем к игре именно в нашей команде. Независимо от соперника. Но вы, во всяком случае, уже определили тот состав, который будет играть у нас в четверг, и собираетесь использовать по максимуму футболистов, или все равно игровая нагрузка будет распределена между ребятами? Она будет распределена, но не в такой степени, как мы делали на первом сборе. То есть кто-то получит больше практики, и таким образом уже можно будет, так или иначе, прикидывать, на кого вы будете делать расчет. Именно игровую замок, и готовим в игровом режиме, чтобы игроки готовились. Это так. Валерий Кузьмич, на этот сбор в составе команды отправилась, пусть небольшая, но тем не менее, группа ребят из молодежного состава, из команды Томи-2. У них будет возможность себя проявить, им будет предоставлен шанс так или иначе себя показать перед вами, прежде всего. По появлению молодых игроков, это запланированная, это не акция, это запланированная программа, мы хотим посмотреть игроков, наше завтра. Конечно, они будут принимать участие в кубке ФНЛ. И когда мы готовили стратегическую программу подготовки к продолжению первенства ФНЛ, мы говорили о том, что участие в кубке не будет самоцелью. Но для некоторых игроков это будет важный такой период, когда они будут... Площадка, на которой они не смогут себя проявить. Поэтому молодые игроки обязательно будут играть в этом кубке. Мы поменяли приоритеты по сравнению с прошлым сезоном, и мы будем давать, с одной стороны, время для того, чтобы молодые игроки проявили себя на этом уровне, на уровне игроков, новых игр ФНЛ. А с другой стороны, дать возможность планомерно готовиться к основному составу, к первым играм первенства. Валерий Кузьмич, возможно, что уже в рамках этого сбора к команде присоединится кто-то из футболистов, который может пополнить наши ряды? Вполне реально. Работа такая ведется. Ведется по меньшей мере в двух позициях. Вот я понимаю, да, что фамилии вы сейчас не назовете, но хотя бы позиции можете обозначить? Могу сказать, что переговоры с центральным защитником и с нападающим. Еще один провокационный вопрос. Это россияне, легионеры? Один россиянин, а один легионер. Ну, в любом случае, догадки могут строить наши болельщики, но ответов на этот вопрос пока мы не получим. У меня нет ответа. Реально, я не знаю, на эту минуту получится. Потому что у нас разговор о том, что мы должны крепить первую линию. Центральная подача ведется с прошлого сезона, но ВОЗ и ныне там. Валерий Кузьмич, и первый сбор был достаточно продолжительным, и второй сбор будет тоже довольно длинный. Ну, во всяком случае, по сравнению с предыдущими межсезоньями. Я примерно представляю, каким образом коротает то небольшое свободное время, которое появляются игроки. А каким образом тренерский штаб проводит вне тренировочное время на сборах? Ну, знаете, как персонал проводит вот это время вне на сборе, оно как-то меня в совершенно меньшей степени касается. Потому что у каждого из членов персонала футболу работы во много крат больше, чем у игроков. Я в данном случае, прежде всего, имею в виду вас, вы каким-то образом, и вообще, да, насколько его много у вас свободного времени остается? Ну, время свободное есть, конечно, но во всяком случае, я сейчас в таком положении, что мне нужно, с одной стороны, смотреть игроков, о которых мы с вами говорили. Правда, это было теперь меньше. На первом сборе там невозможно было столько, сколько нужно было просмотреть игроков. Но сейчас гораздо меньше. Во-вторых, конечно, сейчас на первый план выходит именно тактическая работа. Именно с собеседованием с игроками по вопросам там каким-то. Ну, а в-третьих, у меня, так, не открою большого секрета, у меня сейчас проходит восстановительный период. Я должен, вот, например, сегодня я двухчасовую прогулку совершил по берегу Моя. То, чего у меня никогда не было в предыдущих горах. Поэтому... Приятность полезным есть возможность. Получается, да, и погода позволяет, и поэтому я вот использую это время для того, чтобы набраться здоровья. Валерий Кузьмич, здесь достаточно много команд сейчас собралось. Проводят сборы команды премьер-лиги, футболь-национальной лиги. Помимо игр, которые будут проходить в рамках Кубка ФНЛ, что-то хотите посмотреть? Кого-то хотите посмотреть? Какие-то команды хотели бы увидеть? Да, интересно, посмотрите, как вот готовы или готовятся команды премьер-лиги все-таки сопоставить уровень или степень готовности игроков наших на фоне команд премьер-лиги. Вот интересная команда Шериф, с которой нам предстоит играть. Такая живая, такая играющая. Как я увидел... И колоритная по составу. В отличие от прошлых сезонов, она действительно колоритная. Там очень много игроков, ну, из бывшей, извините, Югославии. И это там всегда интересные игроки. И поэтому с удовольствием посмотрю еще. Огромное спасибо, Валерий Кузьминович, за то, что ответили на наши вопросы. Будем надеяться получить от вас комментарий и уже после матча с терраспольской командой. Всегда рад вам помочь.